Но мне больше понравился это. Окна там смотрят в стену соседнего отеля, бассейн в это время не работает. Даже не в том, что куда выходят окна. Ладно, это опустим. Здесь уютнее номер. И даже зрители меня поддержали, что тот номер все-таки не понравился. Ну ты сказала, конечно, какая разница, куда выходят окна. Вот эти вот окна у нас в пол выходят на море. И так, девочки, мы вернемся. Еще сюда обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, с вами Светлана. И сегодня я хочу вам объявить. Мы в отпуске. И объявляем конкурс-розыгрыш. Конкурс-розыгрыш. Подарок с юга. Участвуют могут все. Но подписавшиеся на мой канал. Уж извините. И обязательно распространить это видео. Извиняюсь, здесь строю этот отель. Подписка открытая должна быть. Подписка должна быть открытая, чтобы я посмотрела, что вы действительно мой подписчик. Подарок будет. Вы увидите какой. С юга. Очень интересный, креативный и полезный. Сегодня мы выезжаем из отеля. Отпуск закончился. В 12 этажный номер освободить. Но будет следующий отпуск. Может быть в этом году. Может быть в следующем. Нас провожает солнечная погода. Сегодня очень солнечная погода. Ну что, по традиции мы хотим рассказать всю правду об этом отеле. Что понравилось, что не понравилось. Какие плюсы, какие минусы. Опять же, я буду про плюсы. А я не могу смотреть в камеру, когда передо мной море. Море, чайки, красота. Итак, о плюсах. Это наш любимый отель. Это большой плюс. Это огромный плюс. Мы не первый раз здесь отдыхаем и возвращаемся все время сюда. Это жирный, жирный плюс. Саша, я плюс. Да, хорошо. Итак, о плюсах. Зачем можно вернуться в этот отель? Почему можно вернуться в этот отель? И вернемся ли мы в этот отель еще? И какие есть минусы, это уже Александр скажет. Итак, плюсы. Самый первый, жирный такой плюс, это отель. Находится на первой линии. Вы выходите из отеля прямо на набережную. И с набережной... Ближе к морю некуда. Два шага вы на пляже. Прямо вот раз, два, и вы на пляже. На... Около моря на пляже. Плюс для нас лично, мы говорим о себе, что пляж с мелкой галикой, а не с песком. С песком даже вот если вы на шезлонге будете лежать или на таких, знаете, вот продают матрасики. Мы, кстати, покупали матрасики. Все равно, вот руку-ногу вы опустите, она мокрая у вас после моря. И все, вот это вот песок. Да, потом, конечно, можно это смыть, там везде краники на пляже. Допустим, это мы говорим о себе. Кто-то любит песок. В волосах, в трусах. В общем, песок везде. Затем... Но, опять же, хоть и мелкая галька для детишек замечательная, она не крупная, не острая, но галька крупная. Вам не нужно так тщательно промывать волосы ребенка, голову сполоснули после моря и все. И к камешке полезно. Так, гулять летом, босиком по камешкам, это просто релакс, и не просто релакс, это польза. Допустим, детишкам, пожилым людям, ты просто взрослым людям... Не только гулять, а лежать на теплых камешках, не на торчине, не на жаке. На набережной музыка вам не помешает спать. Не помешает. В этом отеле очень плотные, хорошего качества стеклопакеты, и музыка громко не будет проникать в ваш номер. Да, где-то вы как-то ее будете слушать, но вы находитесь на отдыхе. Но шум моря вы будете слышать круглосуточно. Следующее положительное, это, конечно же, бассейн. Бассейн под открытым небом, круглогодичный. Подогреваемый. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Работает бассейн круглогодично. Чистит его рано-рано утром. Даже вот фильтры проходят рано утром. Идеальная чистота. Топчанов очень много. Их летом вообще вот так вот все расставляют. У нас летом мы купили путевку сыну и девушке, практически жене. Мы купили, подарили на свадебное путешествие в наш отель, в этот отель, в отель Фламинго. Мы спросили, хотят ли они. Они сказали, да. В августе месяце они сюда, в свадебное путешествие в этот замечательный отель. Есть детский бассейн. Он небольшой, но для детишек это как раз. С более теплой водой. Куда уж теплее. А он еще теплее. Есть джакузи. И джакузи, вы видели, с массирующим эффектом. Единственное, ну, наверное, все знают, девушкам нельзя подставлять под напор воды грудь и пах. Так, спину, руки, шею, все что угодно, релаксируете. Массаж это круто. Плюс бассейн, хорошей длины, вы можете плавать, наслаждаться. А не просто там туда-сюда и как бы у вас места. Удобная глубина бассейна. Да. Покрытие. Покрытие возле бассейна, оно не скользит. В тапочках вы будете в резиновых, босиком ли, оно не скользит. И единственное, все равно не нужно бегать. Палаты выдают, тапочки, полотенца. Бегать не нужно, иначе, ну, можете, все равно мокрый пол, можете поскользнуться. Для бассейна выдают, Александр сказал правильно, полотенце. Вы с собой берете полотенце коричневого цвета. Оно отличается, полотенце, от цвета и от полотенца, который принадлежит конкретно для номера, для душа, для лица, для ног. Оно такого кофейного цвета. Есть парная, парная классная. Это не так жарко, не так душно. В летнее время, в субботу, воскресенье только топят. В остальное время круглый, каждый день зимой. Да, каждый день. Так, ну что еще? Парковка, тут же рядом получается парковка. Есть парковка, девочки, вот в этом отеле есть парковка. Приезжайте, если вы на своих машинах, хотя мы против, потому что едешь туда в напряжении, едешь обратно в напряжение. Серпантины, дорога, ГИПДД. Да, которая будет работать летом на благо своей семьи. Здесь есть парковка. Замечательно, это просто круто. Не в каждом отеле, как вы убедились, есть парковка. Про сам номер. Все номера, в принципе, хорошие. Мы еще в прошлый отпуск пробежали, посмотрели номера. Все они хорошие, все они добротные. Вот наш номер, он с видовыми окнами. Ну, это вы можете... Да, это делюксы и люксы. Они по два окна смотрят прямо на море. И по цене, сколько у нас стоит делюкс, ну, допустим, на пять дней? Или на шесть, как там? Ну, я не знаю, на пять, на шесть, на восемь. Восемь в сутки, в зимний период, это четыре тысячи вместе с завтраком, включенным завтраком. Вы хотите кушать, хотите не кушать? Летний период, конечно, дороже. Первое повышение будет с первого мая, и потом с первого июля еще повышение будет. Брать время отдыха в этом отеле вы можете на сутки, на двое, на трое, на десять суток, на двадцать пять, на двадцать... Короче, как вы захотите, какой у вас отпуск. И сколько вам позволяет денежка. Ну, что еще положительного? Есть телевизор, есть дамское зеркало, есть места хранения, есть холодильник, которого не нужно просить, он есть уже. Есть на балконе два стула и столик, вы можете посидеть. Есть шторы дневные органза и есть шторы блэкаут. Что здесь еще? Удобная кровать, удобные две тумбочки, есть лампочки. Лампа. Так, что еще? Ну, вот ковролин, я не знаю, меня он, допустим, не напрягает, у меня нет, как она называется? Аллергии. Аллергии. Так, что еще? У нас, допустим, большая прихожая. Я еще раз пройдусь в конце видео, быстренько покажу вам номер. У нас есть большая прихожая, унитаз, душевая, раковина. Каждое утро меняют полотенце, каждое утро приносят вам гель для душа и шампунь. Туалетная бумага. Есть, которая висит на поручне и есть, которая лежит в ящичке впрок. Что еще? Хороший, культурный, обслуживающий персональ. Девочки вас встречают на ресепшене, ну, по крайней мере, нас встречали доброжелательно. Заселили нас, по-моему, на чуть-чуть, прям на чуть-чуть пораньше. Прям чуть-чуть, ну, уже номер был готов и нас пораньше заселили. Александр мне подарил цветы, предоставили нам вазу. Ну, мы спросили, нам предоставили. Когда вы заселяетесь и выселяетесь, если вам хочется подождать в отеле, есть место, есть диваны, есть кресла, есть компьютерное место с компьютером вы подключаете, Wi-Fi. Комната, куда можно сдать вещи, если у вас поздний выезд, самолет, туалет. Также, потому что вы в номер-то уже не зайдете, вы его уже сдали. Есть все в холле, там и туалет для гостей. Ну, вы еще не заселились? Или вы уже выселились, вы уже будете. Уже все. Так, что еще? Очень много в Адлере точек питания. Есть рестораны, есть кафе, есть хинкальные. Ну, мы вам показали. Не все, мы вам показали, только четверть, потому что все сразу в один отпуск не окинуть взглядом. Есть различные, допустим, экскурсии, но на экскурсии лучше ездить лето. Лето и осень. Конечно, весной там скучно на экскурсиях. Так, и передаю я слово Александру, но хочу сказать, минус один минус. Мы были в столовой, кушали. Ну, давай я про минусы расскажу. Хорошо. Вот еще ты плюсы, я минусы должен. Плохой полицейский, хороший полицейский. И я предоставляю слово Александру. Да. Вот. Теперь начну я. Ну, начал я с того, это видео, что это наш любимый отель. Поэтому я, ну, не могу минусы рассказывать. Ну, какие-то найдет, найдет. Хорошо, давайте про минусы. Ну, конечно, тут уже время идет, поэтому все ветшает, все ухудшается. Что могу сказать? Ну, мебель. Есть такие моменты, которые... Где-то сколы. Да, уже сколы, там, сантехника. Ну, по сантехнике. По сантехнике, что могу сказать? В душе вода плохо уходит. Ну, это можно вызвать слесаря, он вам там прочистит что-то. Ну, засоряется, бывают моменты, да. По мебели я сказал, что... Насчет уборки. Заселение тут полное, ну, наверное, 90% тут... Если не 100%. Да. Номера заняты. Все номера заняты и перезаняты, они заблаговременно. По бассейну, по столовой, что... Народа, конечно, много. Вот. Поэтому уборку, ну, так сказать... Не делают тщательно. Поверхностно. Уборка... И вопрос не в том, что когда мы здесь, что наши вещи, а вот именно после выселения, есть такие моменты, что просто... Мы заехали, плохо было убрано, да, некачественно. И в процессе нашего житья это не убиралось. Хочу сказать, что мы не ищем. Нет. Вот мы заехали, мы не то, что там... Мы просят на виду. Мы ходим и пальцем проверяем пыль. Нет, некогда проверять. Но когда я стала раскладывать белье в шкафчик, я рукой так провела, а там пыльно. Прям пыльно. Вы куда будете складывать вещи, там может быть пыль. Ну вот, дальше. Дальше. Что можно сказать? Светлана сказала про персонал. Очень дружественный, приветливый такой персонал. Но есть персонал. Но один может испортить все. Вот один человек может... Впечатление об отеле испортить. Испортить. Но нам не испортят, мы знаем отель. Я хочу сказать про столовую. Здесь столовая, администраторы, они сменные. Там два дня одна, два дня другая. Как-то сменами они. И один из администраторов здесь... Слишком шумная была. Да, понимаете, роль администратора это встретить в столовой. Ну, кто не знает, рассказать, что как, чего. Пожелать приятного аппетита. И потом может еще спросить, когда вы посуду будете приносить назад. Здесь сами надо посуду назад. И спросить, понравилась ли еда. Ну, все. И до свидания, до свидания. Разошлись. Вот. У этого администратора, у него... Девушка. Такие, да. В общем, представьте, столы люди кушают, а между столов ходит администратор, руки в бок. Да. И вам читает лекции, как надо себя вести. Во-первых, мы и так за это расписались. Нас при заселении дают на подпись все ознакомиться с правилом поведения в гостинице, в столовой. Плюс в номере есть еще такая же памятка, да. И вот она, вы сидите кушаете, а между вашими столами ходит администратор, такой надзиратель, да. И вот над вами тут это вы кушаете, а руки в бок, в белой футболке. Нет, белая кофта, летучая мышь, без маски и без спецодежки. Она ходит и тут, ну, как-то, ну... Ну, можно я скажу? Ну, нет. Во-первых, когда она ходила между столами, она заглядывала в тарелки. Что вы там едите? Но это нехорошо, правда, что она проходит и вот так вот смотрит. А что вы там едите? Плюс без маски. Она разговаривала без маски. Ну, здесь все ходят. Нет, здесь масочный режим еще, да. Вот, ну, да ладно, ну, главное, стояла по себе там на раздаче. Вот на раздаче, да, там что-то объясняла, рассказывала, но уже в зале, где кушают, ходить, ну, как-то, да. По мне это минус. А так, опять про минусы, про минусы. Больше минусов нет. Ну, вот я так не обнаружил. Вообще, замечательный отель, мы сюда вернемся. Я думаю, не один раз еще, да. Вы знаете, мы вам советуем. Мы при этом будем, конечно, и другие отели выбирать, но про фламинго мы не забудем. Мы постараемся также делить отпуск на две части. Первая часть с какой-то другой отель, да? Вот сейчас, в Шайнхаус мы первые были. Цена такая же, 4 тысячи за сутки, тоже включены завтраки, тоже бассейн, тоже три звезды. В общем, один к одному и стоимость номеров. Единственное, я хочу сказать, там, конечно, номер побогаче выглядит, он попросторней. Но, сами видели, окна там смотрят в стену соседнего отеля, бассейн в это время не работает. В общем, про тот отель мы уже все говорили, смотрите видео. Даже не в том, что куда выходят окна, ладно, это опустим. Здесь уютнее номер. И даже зрители меня поддержали, что тот номер все-таки не понравился. Ну, ты сказала, конечно, какая разница, куда выходят окна. Вот эти вот окна у нас в пол выходят на море. Так, девочки, мы вернемся еще сюда обязательно. Но также первую половину отпуска своего проведем в другом каком-нибудь отеле. Но уже не шарик. Это будет в этом году или в следующем. Мы пока еще не знаем, как получится, как с работой отпустят. Ну, а море, море. Море это просто красота. А летом море, солнце. Супер. А на этом все. Ну, а теперь встретимся уже в поезде. Да, пока-пока. У нас выходит каждый дневный влог. Мы сегодня будем уже собирать все свои вещи. Встретимся в поезде или на вокзале. До встречи. Супер.